Готов ли Токио продать Японию США вместо Гренландии? Трамп может выиграть там, где совсем не ждали. Александр Запольский специально для ERX. Новость дня. Главный кредитор Америки – это больше не Китай. Как сообщает информационное агентство, в лидеры прорвалась Япония. Размер принадлежащего ей пакета государственных облигаций США «Трижерис» достиг 1,12 трлн долларов, что составляет почти 17% совокупного американского госзайма. У Китая этих бумаг только на 1,11 трлн или 16,8%. Эксперты финансового мира видят в происходящем попытку Токио в заваулированной форме дать Вашингтону большую взятку с целью заручиться его поддержкой в принципиальном экономическом споре с Южной Кореей за мировые рынки. Тягаться с экономической махиной красного дракона японцам явно не по силам. Однако, кто займет второе место в Азии, для них является вопросом стратегического выживания. Ради его успешного решения не жалко никаких денег. Тем более, что и японская, и южнокорейская экономика зависят от доступа к одним и тем же рынкам. 20% торговли Токио приходится на КНР и 18% на США. У Сеула 25 и 12% соответственно, а значит и подношение логично делать за океан. Другой вопрос. Насколько оно Японии поможет? Сейчас Вашингтон находится в положении, когда выбирать уже не в состоянии, скорее даже наоборот. Интересы обоих спорящих сторон направлены прямо против интересов Соединенных Штатов. Оба претендента стремятся увеличить свои продажи в Америку, тогда как ей самой необходимо обратное, чтобы они меньше продавали и больше покупали. Очень сильно больше. Лучше в разы. Еще лучше на порядке. Но это, увы, совершенно невозможно. Америке им банально нечего предложить. По конкурентным ценам, конечно. Впрочем, интерес происходящих заключается в другом. США теряют меры и активно борются за формирование собственного закрытого кластера в его будущей конфигурации. Это видно по двум индикаторам. Во-первых, по структуре держателей Трежерис, еще четверть века назад свыше 65% долгой страны находилось в руках иностранных держателей. А на правительственные заимствования приходилось не более 12%. В общем, раньше дело обстояло так, что от 2 третей до 3 четвертей долговой эмиссии уходило за рубеж, тем самым позволяя почти безболезненно печатать сколько угодно много долларов, не рискуя получить инфляцию. А то, что из этой массы возвращалась в Америку, по бухгалтерии проходило как иностранные инвестиции, тем самым увеличивая ВВП и биржевую капитализацию корпораций. На август 2019 года структура держателей долгов изменилась капитально. Сегодня лишь 40% Трежерис находится у иностранных владельцев, тогда как 33% принадлежат американским инвестиционным фондам, банкам и физическим лицам, а 27% вообще напрямую правительству. Иными словами, напечатанные доллары перестали раздувать экономику. Они возвращаются в США в виде абсорбента внутренней экономической ликвидности. Если еще 10-15 лет назад Америка оттягивала на себя до трети доходов экономик прочих стран, то в настоящий момент уровень паразитирования опустился до 10-12%. В системе в целом там денег еще много, плюс станок. Но занимать правительству теперь приходится еще все больше, либо непосредственно у самих себя, либо на внутреннем рынке. А это дорого даже при учетной ставке в 2,5% годовых. Потому Трамп требует от ФРС ее возвраток былым 0,5%, а еще лучше к 0,25%, что фактически означает ныряние под планку отрицательной доходности. Во-вторых, сравнение текущей структуры иностранных держателей американского долга с показателем, скажем, двухлетней давности, делает очевидным любопытную динамику глубинного процесса. Например, в январе 2016 года Россия имела трижерис на 96,9 миллиардов долларов. В мае 2019 года эта цифра опустилась до 14,9 миллиардов. Также падают доли европейских стран, включая таких якобы прочно оккупированных американцами, как Германия, Франция и Бельгия с Нидерландами. Зато по мере вымывания всех прочих, видно, как прочно встраиваются в систему выкачивания доходов Япония, Бразилия, Ирландия и Великобритания. Еще есть основания в перспективе рассматривать источникам доходов для американской экономики Швейцарию, Люксембург, Каймановые острова и Гонконг. Возражения по поводу смехотворности их экономического размера несостоятельны. Взятые вместе, они одолжили Америке денег столько же, сколько Китай при куда меньшем размере совокупной экономической мощи. Последнее особенно важно при оценке будущих возможных политических перспектив ряда территорий. Тот же Гонконг сегодня трясет не потому, что местные фрики желают во что бы то ни стало сохранить независимое от Китая, пусть даже только в форме широкой особой автономии политический статус. Дело в другом. Предстоящее разделение мира на кластеры больше не оставляет места сидеть на нескольких стульях одновременно. Тем более, когда их всего два. И они принадлежат прямо между собой воюющими образованиями. Так что в предстоящем десятилетии стоит ожидать постепенного отхода Южной Кореи от США с переориентацией торгового партнерства на Европу, Азию и Россию, а также увеличением масштаба торговых связей с КНР. И большой вопрос насчет дальнейших перспектив Японии. Степень ее завязанности на США оставляет довольно мало места для геополитического, а значит экономического маневрирования, а значит колониальный статус в системе долларового мира будет лишь усиливаться. Стало быть, когда американцы свой кластер обозначат официально и публично, вероятнее всего Япония окажется внутри, если повезет. Но на каких условиях в контексте Гренландии вопрос тоже немаловажный. Александр Запольский специально для ERX. Готов ли Токио продать Японию США вместо Гренландии? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!